Всем приветики. Заказал себе такую вот держалку в Китае. Вот она пришла. Пришла, правда, в таком пакетике. То есть, обычно почтовым, не знаю, как она целая, вообще не целая. То есть, все, что я защищал, это пакет. То есть, никаких тебе пупырок, ничего. Только просто пакетик. Сейчас посмотрим. То есть, сама вот она держалка получается. Вот эта штука, я так понимаю, откручивается как-то. Ух ты! Ого! Откручивается, я так понимаю. Вот эта штука поднимается. Цепляется за поверхность, я так понимаю, за стол, например. И зажимается. А на эту сторону вешается уже. Блин, она очень туго. Очень. А на эту сторону вешается, я так понимаю, вот эта вот клипса. Эту клипсу мы, получается, открываем. Ого! Она довольно-таки жесткая. Так, клипсу мы, получается, как? Как мы и должны одеть. Ага, что-то типа такого. Сюда надеваем. Потом, наверное, вставляем. О! Во как! Понятненько. Ну, инструкция, ничего, типа, сам. Сам прошаришься. Ну, вот, и типа, зажимаешь. Оно теперь уже не должно соскочить, по идее, потому что, чтобы заскочить, эти вот штучки, которые мы сейчас зажали, вот они, их четыре штучки, эти вот. По идее, они должны разойтись, ну, то есть разжаться. А если мы гайкой зажмем, оно не уже, не разожмется, и оно не соскочит. Вот. Зажимается, и довольно-таки крепко держится. Сюда мы, а сюда мы, наш телефон, получается. Вставляем, и все. То есть, допустим, вот телефон. Мы его берем туда, вставляем. Допустим, вот, решили мы так вот, как-то его зажать. Все. Держать телефон. И здесь, допустим, включили фильм какой-нибудь. А это где-нибудь за стол зажали, и все. И оно держится. И это, кстати, очень тугой. И сложно будет как-то согнуть. Ну, довольно-таки круто. То есть, ты как-то так вот за стол цепляешь. И вот оно держится. А ты себе уже ворочаешь, как тебе там удобно. Так, так, там как тебе удобно будет смотреть в фильму. Опа, вывернул, как тебе надо, и все. Вообще удобно. Между можно места штатива. Я так и брал места штатива, чтобы можно было зажать где-то и в любом месте. То есть, ну, штатив же. Ты можешь поставить только вот так вот получается. Он же как тренога идет. А эту ты можешь хоть, я не знаю, хоть за дверь и за какую-то зацепить. И направить в какую тебе надо сторону. Ну, то есть, довольно-таки неплохая штука. То есть, сама держалка для телефона, которая ворочается в разные стороны, как бы. Плюс крепление для какого-нибудь поверхности. Ты так вот зажимаешь на поверхности. И получается сама вот эта вот, как это сказать, я не знаю, палочка, которая гнет. Сыгнущаяся, как бы, палочка. Ее тяжело сыгнуть, как бы, на самом деле. То есть, должна хорошо держать. Но ровная ее лучше не делать. Потому что, если ровная, она вряд ли выдержит телефоны. Такими лучшими кольцами, как писал продавец, тогда выдержит. Такая вот штучка довольно-таки прикольная. Ну, хорошо, несмотря на то, что она пришла всего лишь в таком пакетике. Ну, то есть, этот и еще один. Ну, практически такой же, в двойном пакетике. Она странным образом не сломалась. Хотя, я думал, что сломается. И здесь получается все пластмасса. Вот это все пластмасса. Вот это все пластмасса. Здесь железячка. Как бы, пружинка железная. Здесь резинки. То есть, чтобы не поцарапать телефон. Вот эти вот красные резиночки. И резиночки еще здесь вот. Вот они. Ой, ой, ой. Резиночки вот они. Ударил камеру случайно. Вот, и здесь тоже резиночки, чтобы поверхность, которую зажимаешь, тоже не попортить. Ну, и чтобы держалась лучше. Вот. Такая вот штука интересненькая. Ну, вот таким вот образом она работает. Получается, закрепляется. Таким вот образом держится за какую-то поверхность. И вот она идет. И на ней крепится уже сама. Сам телефон. Правда, когда телефона не было, она где-то вот так висела. А сейчас это даже не телефон, это просто чехол. И она вот так вот висит. То есть, телефоном она вообще согнется. То есть, чтобы она так сильно не гнулась, лучше как-то через кольцо. Ну, то есть, сделать кольцо и как-то так, как они там писали. Вот. Каким-то таким вот образом. Ну, в целом, в целом. Пока, на первый взгляд, вроде неплохо. Такая вот конструкция вроде. Ну, так, нормально, прикольно. Повернуть можно там. Ну, вроде удобно. Ну, вот через кольцо сделал. Но все равно оно прогибается, как бы. И получается, что оно как-то тяжело гнется. И как каждый раз, ну, как-то вот эта вот штука. Вот тут уже такая вмятина появилась. То есть, я не знаю, надолго ли хватит этих вот. Ну, то есть, ты же будешь постоянно гнуть, как тебе удобно. То так, то и так. Может, она из-за этого с временем сломается. Не знаю. И пластмаску хочется как-то крепче зажать, чтобы она лучше держала, чтобы он как бы не упал. Но в то же время боишься, все-таки пластмаска вдруг сломается. Как бы. И сама эта штука. Гнешь, гнешь. Вдруг когда-нибудь так бы жгнутся на хруте. И это... Ой, ну, пока. Ну, сейчас, на первый взгляд, вроде все круто. А как там дальше будет, не знаю. Вот она, наша держалка. И вот эта вмятина, о которой я говорил, вот она как бы. Уже вмятина есть. Вот она. Из-за этих всех согинаний. И чем чаще гнешь, я думаю, тем больше будет вмятина. Ну, я не знаю, может быть, это просто вмятина на кожухе. Потому что чувствуется, что под этим кожухом есть такое какое-то пространство, и оно согинается. Может, это просто вмятина, типа. А ничего с ней не станет. Может, это мои такие вот зряшные опасения. Ну, как бы... Ну, не знаю. Там будет видно. Но, на первый взгляд, вроде хорошая, такая, довольно-таки качественная вещь. Ну, и все. Это все, что я пока что могу сказать. На этом все. Всем пока. Пока-два.